Сейчас ей 35 и она до сих пор завидная невеста, несмотря на регулярно появляющуюся в сети информацию о многочисленных романах со знаменитыми людьми. Таблоиды пестрели яркими заголовками о связи красавицы-актрисы с Гилой Месхи, от которого родила дочь Екатерина Климова, звездой бригады Дмитрием Дюжевым, Любвеобильным Иваном Житковым, Станиславом Бондаренко и даже Егором Кончаловским. Однако самую главную роль в своей жизни наша героиня так и не сыграла, она не смогла стать матерью. Как сложилась судьба Карины Андоленко. Она родилась в Харькове в семье сурдопереводчиков. Дедушка и бабушка были глухонемыми и все детство маленькой Карины прошло в обществе особенных людей. Андоленко окончила музыкальную школу по классу фортепиано и собиралась даже продолжить музыкальную карьеру. Но тяга к миру и кино была сильнее. Наша героиня подала документы в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. И с первого же раза смогла пройти все вступительные экзамены. А после дебютной роли в картине Егора Кончаловского «Розы для Эльзы» перед Кариной открылись все двери. Сейчас в ее фильмографии более 60 киноработ, из которых большая часть – это главные роли. А вот личную жизнь Андоленко скрывает. Красавица-актриса держит в строжайшем секрете имя своего избранника. Ведь не раз ей приходилось оправдываться за приписанные ей романы. Например, средства массовой информации рассказывали о связи Карины с Гелой Месхи, Дмитрием Дюжевым, Иваном Житковым, Станиславом Бондаренко и Егором Кончаловским. Однако талантливая актриса опровергает эту информацию. Карина говорит, что с этими знаменитыми людьми ее связывает исключительно работа. Однако достоверно известно, что у нее был мимолетный роман с однокурсником во время учебы. И даже три года наша героиня прожила в гражданском браке с мужчиной, который никак не связан с миром искусства. Поклонники переживают за красавицу Карину, ведь до сих пор у нее нет детей, а время-то уходит. Однако сама актриса говорит, что еще не доросла до семейной жизни. И на первом месте у нее стоит карьера. А как вы считаете, Карина еще встретит того самого и единственного, от которого родит? Или уже поздно?